чтобы собрать для вас этот большой выпуск. Поэтому ставьте жирный лайк и вперед смотреть выпуск. А теперь загадка для вас. Этот парень очень хотел на Родеу, но у него не было средств на поездку. Поэтому он оседлал быка в домашних условиях. Чем закончилась эта затея? Конечно же, быку не понравилось, что на него скарабкался человек, и он попытался его скинуть. А вот и самый главный мусорный бак. Предводитель, так сказать. Заметил камеру наблюдения, красиво позирует. Стихия штука непредсказуемая. Чуть отвлекся, и на тебе. Всего лишь 10 метров до машины. Можно было и не разбить его. Мусорка, которая живет своей жизнью, конечно подозрительно, но куда-то ей надо, если так спешит. Теперь вы понимаете. У мусорных баков какая-то тайная стратегия против нас. Фу, хорошо, что не мусорный бак. Он взял и ушел со своего поста, самовольно. А мотороллеры-то с мусорными баками в сговоре. Ходит, что эта качелька только для детей, и не выдержит вес взрослого. Все правильно, и качелька это подтвердила. Если у вас много друзей, то ремонт можно делать без всяких навороченных инструментов. А этот парень не знает поговорку про одни и те же грабли, поэтому постоянно наступает на них. Что происходит с домашней техникой? Стиралки, кюкаты или хотят взлететь? Из чего сделано с шеи этого пьяц? Есть варианты? Пишите в комментариях. Самый вежливый медведь. Позвонил и ждет. Плотник божественного уровня. Еще один мастер, от которого больше ущерба, чем пользы. Вот прирученные мусорные баки, которые помогают человеку. У надувных игрушек есть ограничения по весу. Если эта пышечка смогла обмануть людей, то Розетта выбьет ее на чистую воду. Девушка делает красивое видео. Ну а коровушка тоже решила повторить, так как она тоже великая. Сварщики решили пошутить на своем беге, пока он работает. Шутник со всей дури ударил рядом с арматурой. Испуганный сварщик пополз на четвереньках прочь под громкий смех. Этот чувак решил разобраться с засором ливневки. После того, как он освободил решетку от мусора, вода со двора ушла в считанные секунды. Если неправильно выбрать траекторию, то приземление переходит в падение. Не зря вместе со стаканом выдают трубочку. А если не берешь, то лучше из него не пить в машине. Блондинка уже не так красиво танцевать, но и делать комбо. Села на шпагат и снесла с ног брюнетку. Семейное соревнование по перетягиванию канат. Побеждает тот, его не пить в машине. Выдают трубы. Блондинка может не только красиво танцевать, но и делать комбо. Села на шпагат и снесла с ног брюнетку. Семейное соревнование по перетягиванию канат. Побеждает тот, кто проедет лицом по траве. Лови меня, любимый! Я не твой любимый! Встрече двух влюбленных на воде ничто не может помешать их мантике. Если только двигатели катера. Победа не решил избавиться от лишней растительности на лице с помощью депиляции. Теперь он знает эмоции девушек от этой процедуры. Достойное применение беговой дорожки. Просто помощница в разгрузке. После этого случая парень будет внимательнее смотреть, где стоять. Муж попросил жену принести туалетную бумагу, и она не удержалась, чтобы не пошутить над любимым. Это жизнерадостный гусь. Весело идет и, скорее всего, напевает свою какую-нибудь гусиную песню. Типа гуси-гуси га-га-га. Здесь мораль проста. Прыгаешь на батуте, не забудь затянуть ремень потуже. Интересно, чего он ожидал прыгая на мусорный контейнер? А ничего нового. Этих мусорных кротов мы уже видели. Услышав взразительный смех, парень начал танцевать с ламбаду. Изо всех сил старался удержаться на ногах. Присев, он нашел точку баланса. А вот девушка не устояла. Но и парень не стал сопротивляться. Хороший розыгрыш на спящими. Держи яичко, дружок. У этого мужчины полное погружение в виртуальную реальность. Увидел в игре бассейн, нырни в него. А воды не оказалось. Замечательный солнечный день. Почему бы не нырнуть в мусорный бак? Понятно. Опять крот. Сюда и вез. Все. Сегодня работать уже не буду. Давайте как с трамплина. Прыгнем сверху и поплывем. Поплывем. Девушка решила обезопасить свой ход. Чтобы случайно не запачкаться. Не получилось. Друзья, учитесь. Быстрая очистка крыши от снега и людей. Не, дороги так чистить не годится. Тут другой метод нужно применять. Здесь тоже не тот метод. Поэтому ветер вносит свои коррективы. Вот они попались. Эти прям коллективно решили просто смыться. Вам это что-нибудь напоминает? Это практически керлинг. Только камни большие их не толкают, а пытаются остановить. Что тут скажешь? Ежедневная практика и опыт. Продвинутый дворник 21 века. Посмотрите, как быстро он чистит дорожки в парке. Купила очень дорогую помаду, поэтому неважно, как она смотрится со стороны. Главное не смазать помаду. Проплывая над мостом, этот брутальный мужчина подпрыгивает и цепляется руками за его балки. Из чего его уносит в толпу. Автомобильный керлинг. Вы такое видели? Отходи! Ух! Есть! Красавчик! Вот уж этого вы точно не видели. Называется автомобильный хоровод. Это вам не в лужу прыгать. Ай, как складываются просто все. Веселые родственники. И еще немного зимних забав. Два брата веселятся, чистят снег и мама спокойна. Оба дома. Парни в прятки играют. Вот где снег падает, а нам крохи достаются. Мама в садик дорогу копает. А это, видимо, садик замело. Что ж, сейчас другие мамы подползут. И вместе они быстро справятся. Просто капец. Смотри сейчас. Все, крыша одна. Просто нет слов. Внимание! Самоочищающийся мост. Это сколько же выпало снега, чтобы он так плотно слежался. И почистили, и покатались. А еще говорят, что просто так кирпичи не падают, а снег может упасть. Какая завораживающая картина. Снежная лавина в замедленном темпе. Получится у нее элит. Получится, только не так, как хотелось. Парень полез со случайно заброшенным мечом на крышу. И стал сбрасывать все когда-то заброшенные туда мечи. Под восторжение. Осень прекрасная пора. Если не успел поплавать летом, можно поплавать в осенней листве. Что везешь? Где твоя маска? Присмотрела себе милое платье со скидкой. Крела, хоп. Оно и не платье совсем. Большая распродажа в пятерочке. Не пейтесь, много не набирайте. Комната, где живет домовой. А ваш живет в комфорте. В жаре лето. Это отличный выход из положения. И выход в жару. Гора для смельчаков. Если йога застыл, то ложка пользоваться необязательно. Приятного вам. А это боец с волнами. Не получилось. Надо больше тренироваться. Вкуснейшая красота от шеф-повар. Ловите, а то всем не достанется. Опять сбой матрицы. Эта девушка виртуозно обращается к футбольным мячом, как будто это часть ее самой. И внушительных размеров шпильки ничуть не мешают ей контролировать мяч, удерживать рновесие и даже пританцовывать в процессе. А можно сделать десяток ее клонов и выпустить на поле вместо нашей сборной. Или секрет именно в шпильках. Наглядно показал девушке, что ей пора худеть. Приезжая в деревню, говорили они, отдохнешь, воздух свежий и навоз тоже. Смотрите, я нашла хорошего парня, несу домой, а говорят, что они не валяются. Поставьте мне лайк за труды. Но еще раз напомню о подписке. Вдруг кто-нибудь до сих пор не подписался? Тогда самое время сделать это прямо сейчас. Спасибо, что были со мной до конца.